Приветствую вас! Я, конечно, понимаю, что вам достаточно тяжело и неприятно осознавать тот факт, что молодой человек препочитает компанию, скажем так, своих друзей, да, нежели вашей компанией, это, конечно, неприятно, вот. Но... История здесь, она такая, что молодой человек, он всегда так себя вел, всегда. И этот момент необходимо прояснить, я думаю. То есть, что означает тот факт, что мужчины гуляют всегда? Всегда означает изначально, что он изначально гулял. И вы это знали, что он изначально гулял. Там не по девочкам, да, с друзьями, вот, всё, как бы здесь честно, да, относительно, конечно, честно, но честно. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, тем не менее, он гулял, точнее, он гуляет изначально, вы это знали. Соответственно, возникает, конечно, вопрос, да, что заставляет вас думать или по какой причине вы, допустим, считаете, что он может изменить? Да, то есть, почему вот вы считаете, что он изменится, да? Вот. То есть, тут вот важна ваша именно субъективная позиция по данному вопросу. То есть, история здесь такая, по сути. Либо вы принимаете тот факт, что мужчина ваш гуляет, вот, ну, просто принимаете этот факт как данность, и, соответственно, ориентируетесь на него, на этот факт, либо вы не принимаете этот факт как данность и страдаете из-за того, что мужчина не отвечает вашим требованиям. Вот. А, кстати говоря, какие требования, это вообще отдельный вопрос. То есть, чего вы хотите от мужчин, это тоже очень-очень важный такой момент, на мой взгляд. И вот, вообще-то говоря, определить ваше желание, да, то, чего именно вы хотите, например, от мужчины, это было бы самым важным здесь для вас. Потому что, ну, тот факт, что вы плачете, да, это скорее отражает некую вашу потребность, которую вы пытаетесь реализовать за счёт мужчины. Вот. И, конечно, вы в этом, скажем так, проигрываете, потому что показываете свою зависимость. Вот. А, мужчине, ну, соответственно, безусловно, это не нравится, потому что как-то вот у него складывается такое впечатление, да, что вы его лишаете свободы какой-то, вот. Ему это неприятно, вот, и, соответственно, человек пытается как-то защищаться, вот, хотя, может быть, даже защищаться, в принципе, нечего, да, и защищаться, может быть, в принципе, даже и не надо. Но это уже исключительно его, как-то особенность, да, особенность молодого человека, вот, поэтому здесь, соответственно, нужно исследовать. Вот. Вот. Далее, вы спрашиваете о том, нормально ли это или нет. Вот. Смотрите. А, почему вы обращаетесь за подобной оценкой к нам? То есть, это вы решаете, нормально ли это или нет. Мы не можем ответить на этот вопрос. Вот. Мы не можем и, пожалуй, даже не имеем права отвечать вам на этот вопрос. То есть, на вопрос, а, нормально ли это или нет. Потому что для каждого человека, свое понимание того, что нормально, а что нет. То есть, каждый человек определяет сам, что нормально для него, а что нет. И я думаю, что только вам решать, насколько нормально то, что происходит. Насколько нормально то, что вот, а, а, между вами сейчас имеет место быть. Только вам этот момент решат. Никому больше. В целом мире. Вот. Поэтому, а, подумайте, пожалуйста, подумайте, пожалуйста, вот что будет, если вы узнаете, увидите, что это не нормально. Да? А, подумайте о том, что будет, если вы узнаете и почувствуете, что это не нормально. То есть, что для вас изменится в обоих случаях, как в обоих случаях вы будете себя, например, вести в той или иной ситуации. Как? Это ключевой аспект, который меня, в первую очередь, интересует. Потому что от него зависит чуть ли не всё, что вы будете делать дальше, соответственно, в отношениях со своим мужчиной. Понимаете? Вот. Также не совсем понятно, как вас задевает тот факт, что он, молодой человек, гуляет по ночам, да, и так далее. Конкретно. И почему вы плачете? То есть, вы используете манипулятивный подход, получается, для того, чтобы остановить мужчину и заставить его делать то, что вы хотите. А как вы считаете, нормально ли подобное поведение? Если да, то насколько? То есть, если да, то насколько вы считаете, что данное поведение является нормальным? Насколько и, собственно говоря, почему вы так считаете? Я полагаю, что в отношениях вам не мешало бы брать побольше личной ответственности. То есть, если вы плачете, значит, вы чего-то хотите. Если вы чего-то хотите, значит, в первую очередь нужно подумать о том, как бы вы могли сами, самостоятельно удовлетворить свои желания. Если эти желания удовлетворит молодой человек, здорово, но до тех пор, пока он этого не сделал, я полагаю, имеет смысл рассчитывать только на себя. Также, я бы рекомендовал вам подумать о том, как мотивировать человека на то, чтобы он хотел удовлетворять ваши желания, на то, чтобы он хотел делать что-то для вас. Спасибо. Согласитесь, но то, что вы описываете, говорит о том, что мужчина полностью в вас уверен и, как сказал мой коллега, совершенно точно вас не уважает, не ценит и не боится вас потерять, что, безусловно, является неприемлемым. Но, к сожалению, напрямую зависит от того, как вы себя поставили. То есть, вот вы поставили себя так, как поставили, и вот вы в итоге имеете то, что имеете. Это негативно, это неприятно, но это результат того, как вы себя вели. И если вы свое поведение измените, если вы свое поведение пересмотрите, если вы сделаете, может быть, так, чтобы мужчине было хорошо с вами, если вы сделаете, чтобы ему было комфортно с вами, если вы сделаете так, чтобы ему хотелось быть дома и, наоборот, не хотелось уходить к друзьям, то вполне возможно, что ситуация изменится. Но это не произойдет по мгновению волшебной палочки. Здесь нужна ваша позиция, ваша работа, да. То есть, где-то вы, где-то вам, возможно, стоит изменить отношение к мужчине, где-то вам, возможно, стоит изменить отношение к себе. Вот. Я полагаю, что здесь, конечно, нужно разбираться более подробно, потому что, что поменять в себе, вы захотите и сможете. Например, молодому человеку, да, это те вопросы, которые необходимо определить. Вот. Ну, просто, в силу того, что они, эти вопросы, очень важны для вас. Ну и, собственно, для будущего ваших отношений. Также я рекомендовал бы вам озаботиться тем, для чего вам мужчина вообще нужен. То есть, зачем он вам? Ну, просто. Зачем вам мужчина? Чтобы что? Как вы его воспринимаете? В каком контексте вы его воспринимаете? То есть, что вы хотите? Вот. Любите ли вы его? Если да, то как проявляется любовь? Ну, объективно. Как проявляется любовь? Именно ваша. То есть, не поймите меня неправильно, но пока я вижу только то, что вы от него что-то требуете. Вы требуете, чтобы он остался с вами. Вы хотите, чтобы он был с вами. Вы плажите, то бишь, манипулируете им. Вот. Но мне не совсем понятно, что вы даете взамен. То есть, что вы готовы дать человеку взамен. Почему он должен отказаться от, например, своих прогулок, да, и быть с вами? Просто ответьте себе на этот вопрос. Только, пожалуйста, не нужно говорить такие вещи, да, как, типа, что раз он в отношениях, значит, он... должен быть со мной. Вот. Эта позиция может быть и не влечена смысла. Вот. Но поскольку на вашего молодого человека это не работает, это не действует, то... соответственно, считать, что так должно быть, да, то есть, считать, что так должно быть, ну, мягко говоря, не имеет никакого смысла. Вот. Поэтому я рекомендую вам подумать вот именно в этих направлениях. И, соответственно, если вы хотите для себя ситуацию разрешить позитивно, вот, то нужны решения. Нужны... Решения об изменениях. Вот. Нужны решения... Ну, кардинальные, кардинальные решения нужны в контексте вашего поведения. опять же, как сказал мой коллега, возможно, поведение гендерного, возможно, поведение социального, возможно, поведение личностного, вот, вероятно, потребуется работа с желаниями, вашими желаниями, вот, и, как мне кажется, отдельного внимания заслуживает то, что вы несколько, скажем так, обесценивающе подходите, на мой взгляд, к вопросу других женщин, то есть, вы называете других женщин достаточно таким негативным словом, вот, мне кажется, что это тоже в некотором смысле симптом, в некотором смысле это проявление ваших проблем, которые у вас могут быть таких, как, например, неуверенность в себе, ревность, вот, и так далее, и, соответственно, если это так, то с этим тоже нужно работать, ну, просто потому что по-другому проблему не решить, вот, у ревности, соответственно, есть свои причины для появления, вот, и, соответственно, с этими причинами тоже можно и нужно работать, если вы хотите, чтобы ваши, 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 жизни, молодым человеком, в частности, и, вашей жизни, вообще, вот, что-то поменялось, вот, на этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего всего самого доброго и удачи!